Всем доброго времени суток! С вами SilentMashica, и сегодня у меня для вас новости на 5 число 6 месяца 2020 года. Начнём сразу с помпезного. На реддите объявился игрок, который уже прокачал все 30 рангов ночной волны для текущего сезона. В качестве доказательства прилагается видеодемонстрация воздушной поддержки корабля Ночной Норы. Работает всё так же, как показывали сами разрабы, причём эта штука по-прежнему не убивает никого, будь это обычные мобы или призывные. Либо упоминание про убийство слабейших врагов в описании корабля касается уж очень конкретных вражин, либо всё это враги. Длится эффект усыпления 20 секунд, причём дальность эффекта несколько больше, чем указывают визуальные границы. Однако усыпляются лишь те враги, которые уже были в зоне действия на момент активации поддержки. Если уже после активации в зону войдёт новый враг, то он не будет усыплён. Ещё таких врагов можно добивать, как и других усыплённых врагов. В целом же тот факт, что кто-то таки фарманул все награды, не должен шокировать. Всё-таки имеется в этом сезоне неплохое расписание прибытия сезонных врагов для фарма с промежутком в 25 минут. С учётом репутации за выполнение деяний, таким фармам нужно было поднять рангов так 10, что можно сделать за 12 дней непрерывного фарма. Но сезон стеклодува начался аж 23 дня назад, так что времени было полно. Тем не менее, стоит отдать должное подобной выдержке. С другой стороны, мне становится всё грустнее того, что до сих пор мы сидим на первом эпизоде нового сезона, когда последние награды уже можно фармануть. Дополнительно имеются скрины наплечной брони от этого же игрока. Причём выглядит это дело криво, так что разрабам предстоит чинить наплечники. Далее по новостям у нас есть продолжение ситуации с проблемами для PS4. Теперь местные игроки могут зайти в варф, но имеются проблемы с получением покупок по типу платины. Разрабы обещают, что потерянные покупки доставят после устранения неполадок. Но я бы воздержался от приобретения чего-либо для варфа на PS4 до этого момента. Что касается текущей ситуации в Америке, то DE отправили пожертвование в размере 25 тысяч долларов для организации Black Lives Matter. Также разрабы подтвердили, что на данный момент они совершенствуют системы для предоставления улучшенной защиты от враждебных высказываний и расизма, плюс правила для чата будут ужесточать. Кстати, партнерам сообщили, что грядет официальное заявление насчет изменений для программ сообщества, что бы это ни значило. Опубликовать это дело должны 15 июня. Под конец я напомню вам, что сегодня в 16.00 по МСК прибывает Барыч. По всей видимости, на этой неделе он будет для нас единственным источником нового контента. И на этом от меня все. Потому всем всего, всем удачи и всем пока.